Всем кукусики молодые, с вами как обычно Паша Клейнс, мы сегодня поиграем в BlackRussia KRMP. В прошлое вы помните, что меня в тюрьму посадили, я в казино съездил, в казино особых успехов не было, но тем не менее, собственно, да уж. Для начала я бы вам хотел показать вот эту вот темочку. Посмотрите на мой уровень, как видите, у меня уже уровень третий, 9 из 16, туда-сюда, я времени зря не теряю, как вы понимаете. Я прочитал одну очень интересную штучку. Если хочешь заработать много денег, то купи себе Platinum VIP и работай кладоискателем, и ты будешь получать 35-50 тысяч за один раз. Да и в BlackRussia VIP-ка дает много чего полезного. Возможность передавать 50 тысяч, смотри список админов через команду Admin, 200% зарплаты на официальных работах. И сегодня я бы хотел проверить эту теорию, в конце концов, мне нужны деньги. Да, вы, в принципе, уже могли заметить, что если мы зайдем в донат, то у меня тут 6822 рубля, потому что я записываю этот ролик 9 мая, и сегодня X2, собственно, акция. Вы, когда заходите на сервер, пожалуйста, нажимайте на меню, тут будет промокод, вот. И как только вы достигнете второго уровня, то вы сможете ввести мой промокод, который вот таким вот образом выглядит, клайниси. Это вам плюс 15 тысяч рублей, а мне очень даже хороший бонус. Дело в том, что я получаю денежку за то, что вы активируете вот эти вот промокоды, и с помощью этой денежки рано или поздно я создам семью. Я уже, в принципе, это бы мог сделать, но пока что, как мне кажется, рановато, в конце концов, перед тем, как семью обеспечивать, нужно еще и себя немножечко, да, обеспечить. Соответственно, я бы хотел поработать, кладоискателем попробовать, но для начала я бы купил себе вот эту вот VIP-ку. Так, тут есть VIP-сильвер, VIP-голд и VIP-платинум. Посмотри, что включает в себя набор VIP-платинум. Ну, давайте посмотрим. Так, можно на 3 дня, на 7, на 15 и на 30. Я считаю, что для начала можно купить его всего лишь на 3 дня, и давайте посмотрим. Ну вот, да, просмотр админов, хелперов в Payday плюс 3 вот этих вот рубля. Передача до 50 тысяч рублей, двойная оплата на работу, двойная зарплата в организации, доступ к VIP-чату. Ну, я уже эти чаты все выключил, и вы, возможно, уже заметили, что у меня голосовой чат слева выключен, потому что, когда я на него нажимаю во время записи, что-то, ну, не то происходит. Так, голод меньше на 75%, выключение телефона, оплата налогов на 30 дней. Я читал еще один ваш лайфхак в комментариях о том, что можно купить вот эту вот VIP-ку, да, ну, платину, и заплатить на 30 дней. Ни фига себе. И, к слову, да, огромное спасибо вам за рекомендации касаемо того, каким образом спавнить машину, и где парковать, и прочее, это очень даже хорошечно. Так, садимся в наш великолепнейший морковник, вызываем меню, включаем фары, включаем двигатель, закрываем двери, и, соответственно, смотрите, как она выглядит. Боже, какая лайбочка великолепная. Да, к слову, я что увидел? Можно, в принципе, вторым автомобилем приобрести себе вот эту вот темку. Ладно, я попозже ее вам покажу. Так, аккуратненько будем сейчас выезжать со двора. Хотя, можно было бы сделать это не таким образом, которым я сейчас делаю. Аккуратненько все равно, видите, выезжаю. Даже на бордюр не заехал. Лям, мастерство. Так, так, у нас вот так усик чей-то ездит. Сейчас вот так вот мы немножечко, бери это самое. Дружище, ты поедешь, нет? Чего мы встали-то? Ладно, давай. Объеду тебя, как уж и быть. Так, аккуратненько. И прямо к банку. Подожди, Platinum VIP, вот он, этот чатик, ежик, штожик. Так, давайте я зайду, собственно, вот в эту вот штучку. Дело в том, что здесь есть настройки вот этих вот всяких штучек. Безопасность, улучшение, правила сервера, изменить имя. Я лучше вам это все сразу же буду показывать, как это делается. В конце концов, если вы это купите, ну, VIP-ку, да, то у вас вот эти вот всякие чатиксы будут, проще так, в кулу-выкл. Вот это мы выключаем. Чат организации отключен, ники в чате. Вот отображение VIP-чата. Давайте я его выключу, потому что, ну, блин, там очень много всяких сообщений, может быть, и прочее такое дело. Нафиг, ну, мне надо. Отображение сытости. Ну, вот это все остальное я, конечно же, оставлю. Так, давайте перепаркуемся где-нибудь вот здесь вот. Ну, как перепаркуемся? Я ее очень агрессивно оставлю прямо вот таким вот образом. Ну, мне собежать туда-обратно очень быстренько. Так что, думаю, что можно шибко не переживать по этому поводу. Выходим из автомашины, и сейчас я оплачу. А, стой, подожди. Перед тем, как мне это оплатить, мне вот эти вот деньги, которые есть, их нужно будет закинуть непосредственно на счет. Так, для этого мне нужно пополнить личный счет. Так, пополнить мобильный телефон, снять со счета. Так, положить на банковский счет. Так, у меня идет запись, все хорошо. И я бы хотел положить другую сумму в размере 100 тысяч рублей, чтобы они у меня были на банке. 100 тысяч. Положить, хорошо. Отсюда можно выйти. Так, и теперь бежим оплачивать домишку. Комиссия снята, нифига себе. Понятно, что это комиссия-то все снимает, нифига. Так, заплатить за дом. Я бы хотел заплатить за дом на целых 24 дня. Ну-ка, сколько там снимется с меня? С меня с ним. Ой, я, кстати, так жестко сейчас тупо. Ну ладно, в принципе, приемлемо. Так, ладно, давайте еще слэш-хоум. Слэш-хоум. И тут есть вот изменить, да, можно. И вот можно было улучшить дом. Вот, улучшение дома, совместное проживание. Тут есть оформление субсидий. После оформления субсидий аренда уже будет стоить меньше. Так что я обязательно этим всем делом займусь, учитывая, что сейчас это моя постоянная квартира. Вот, и сейчас я бы мог, кстати, взять проживание и прочее. Ну ладно, мы еще к этому, собственно говоря, вернемся. Вообще, я хотел поработать кладоискателем. Я пока что не знаю, как это сделать, но мы хотя бы посмотрим, что это за работа. Я понимаю, что я чуть-чуть прыгаю выше головы, да, в том плане, что это... Так, открыть дверь автомобиля, сесть в мочину. Так, ладно, что мне нужно? Мне нужно GPS и работа кладоискателем. Если честно, я не знаю, что это и как. Так, это не в работах для новичков. Основные работы, вот они. Так, выбираем. Кладоискатель, выбрать. Не знаю, сколько ехать, но, что называется, поехали. И в очередной раз, если... Ну, я вам просто дружеское напоминание. Если вы сюда будете заходить, а я играю на BlackRush на сервере UFA, то, пожалуйста, вводите мой промокодик. И также указывать мой никнейм при регистрации. И если что, то промокод можно вводить только со второго уровня, чтобы вы знали и понимали. Так, так вот аккуратненько заделаем. Все прекрасно и великолепно. И мы сейчас чуть-чуть поработаем кладоискателем. Что это за работа, я уже, в принципе, озвучил, но на всякий случай я напомню, что благодаря вот этой вот випке платинум за один заход можно зарабатывать от 35 тысяч до 50 тысяч рублей. Ну, это все примерные цифры, но, тем не менее. Блин, какая тут ужасная дорога. Так, у меня есть ремнабор, это я помню. Но я надеюсь, что здесь не нужно же вот РП вот это вот делать. У меня, кстати, машина вообще после этого не повредилась почему-то. Интересно. Ладно, поехали, что называется. Да, у меня нет номеров, кстати. О, привет. Так, привет. О, передай привет. Юсуф, тебе приветики. Юсуф Юдман передал. Фигу себе, что у него за машина? А, у него как раз таки Sky. Спасибо, САС. Давай, давай. Тебе тоже, Юсуфчик, удачи. К слову, с каким-то Юсуфом в прошлом серии говорили по телефону. О, кто-то за Азик за 22 тысячи продает. Нифига себе, так вот что-то кто-то так стоит не очень удачно. А я уже почти что, наверное, доехал, да? Я не буду специально по карте смотреть, сколько ехать. Потому что, ну, какая разница? Ну, вот, ну, узнаю я, что вместо двух минут ехать четыре минуты. Вау, просто с ума сойти, да? Так, ладно. Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Родное-родное пусечка. Ой, как хорошо, я сейчас нормально пролетел. Я, кстати, даже не знаю, как здесь стрельбаре реализована. Это же с телефонов. Ну, рано или поздно я это узнаю, собственно говоря. Так что будем там уже, если что дальше смотреть. Так, ладно. Мне, кстати, говорили, что здесь поворотники не обязательны. Поэтому иногда я их не буду включать. Потому что это не очень удобно. Мои пальцы сосисочки задевают просто абсолютно весь этот. Ну, все вообще тут, короче, не задевают. Блин, а для работы кладоискателям же ничего покупать не надо, я надеюсь. Ну, мы сейчас об этом узнаем хотя бы. Да, я чуть потрачу время, но ничего страшного. Если она вот так вот сильно фармит бабки. Вы, к слову, можете в комментариях мне написать, кто шарит, что. Как здесь еще бабки фармить и прочее такое дело. Так, я тут не вижу вроде бы этих штук. Ну, камер, короче, на дороге я вроде не вижу. 220 шпилим, нифига себе. Конкретно едем, конкретно. Так, пока что движение только прямо. Что достаточно таки себе хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, нормально. Не так уж и сильно я вписался. Спасибо. Вот они свое говно здесь оставляют на дорогах, блин. Ладно, ничего страшного. Так, у меня есть ремнабор в инвентаре, поэтому, в принципе, это не так уж и страшно, я надеюсь. Так, вот тут что-то. Такие движения вообще жесткие. Что это такое? Ладно, ладно. Вот, к слову, есть небольшие новости в ИРЛ. Ну, я буду скоро на права опять пытаться сдавать. Надеюсь, что получится. Спасибо, дурачелло. Если ты возвращаешься на дорогу, то соизволь подождать, пока другой водитель все-таки... Так, вот, все. Пока другой, ну, водитель как бы проедет. Хотя, черт его знает, мне кажется, здесь со двух сторон ситуация работать должна. Мы, к слову, подъехали. Нам вот сюда, нам вот в эту шахту, или что это такое? Или нет? Или да? Ну-ка, давайте немножечко я проеду еще вперед. Что-то где-то вот тут-вот нужно. Курякино чекал. Он у меня спрашивает. А куда он поехал? По полям поехал. Нифига. Блин, а как мне сюда добраться? Ну-ка, давайте я вот так вот сделаю. Вот так вот сделаю. Так, где находятся вот эти вот клады? А, я понял. То есть, это в деревне находится. Все понятно. Мне нужно проехать дальше немного. Займите свое транспортное средство. Если собираетесь им воспользоваться. Ну, давайте, значит, подождем немного. Потому что я отсюда не уеду, нифига. Так, мне нужно одну минуту подождать будет. Ну, и тут нифига себе, сколько народу-то. Вы посмотрите. Спасибо. Наверное, есть смысл вот так вот мне сделать. Так, ну, это вроде бы не езда по полям. Я занимаю свое место, чтобы, так сказать, перепарковаться. Так, вроде нормально. Ехать мне вот в ту сторону. Соответственно, сейчас посмотрим, что там как будет. Открыв транспорт, куда-сюда. Тут, я надеюсь, что мне не нужно будет всякие вот эти штуки покупать. Нужно для клада и сканя, что мне все выдадут. Поздравляю всех с днем 9-го мая победы. Спасибо. iPhone Opera. Классный никнейм. Очень рпшный. Так, ну ладно. А может, это реально имя? А вот прикиньте, ведь кто-то по-любому хотя бы один раз в жизни где-то на планете своего ребенка айфоном назвал. Типа. Опа. Кстати, контейнеры, нифига. Надо будет как-нибудь на контейнеры съездить. Для этого нужно, чтобы вы на UFEN, на BlackRush, использовали мой промокод. Так, ладно. Что я делаю? Мне сейчас нужно заглушить двигатель и закрыть двери. Освещение. Тут дым-сюдым. Так, освещение тоже выключить. Ну, давайте посмотрим, что мне тут скажут. Почему все сместилось так? Что за бред? Ладно. Кладоискатель — это одна из самых там работ интересных туда-сюда. Так, мы реализовали интерактивную игру. Нельзя не упомянуть себя в системе скиллов. Ушат уровень клада искать. Это так. На данный момент 0 из 170. Для того, чтобы отправиться на поиски, необходимо арендовать специальный меч, что-то там, не знаю, что, с помощью которого вы будете искать место расположения клада. Окей. Хорошо. Я вроде начал. Как мне его арендовать? Тут есть? Нет, это челик стоит. Подожди, я же ведь уже вроде бы нажал. Вы все знаете, что такое металл? А, 24 на... Ну, как я и говорил, сначала нужно было купить металлоискатель. Окей. Сейчас ездим и возьмем его. Мне нужен магазин 24 на 7. Ребят, к слову, а нравится ли вам, что, ну, серии такие длинные достаточно по Блэк Раше? Или все-таки покороче, может быть, делать? Блин, еще надо будет покушать в этом самом... Так, вот сюда вот мы сейчас едем и едем. Спокойненько, что называется. Вроде как еду я не по полям. Тут что-то... Ну, кто-то вроде бы по полям, наверное, вот это гоняет. Мне это особо не нужно. Блин, 140 километров по такой дороге. РПш на Паширо очень... Ну, в принципе, в GTA San... Ну, куда ты, ё-моё? В GTA San Andreas, в принципе, так и делает. Так, ладно. Куплю... Опа, типа мол... Ой, что за мол... Ой, не понимаю. Да ехай, ты чё? Я подумал, что минус движок уже. Не, пока что нормально. Так, ладно. Здесь поворотничек включим. Нифига, Чаликс. Вылетел на... Ох, я нифига дрифтанул нормально. Так, ладно. 24 на 7, вот он, магазик. Так, у меня машина заправлена. Да, заправлена машина, всё хорошо. Так. Глушим. Двери закрыты, прекрасно. Освещение пусть пока что будет. Ну, я типа... Туда-обратно быстренько сбегать, да и всё, чё хоть там. Да, в жизни лучше глушить полностью там. Так, ладно, давай. Металлоискатель мне нужен. Он тут... Да, вот он есть. 2 500 он стоит. Так, давайте на всякий случай, наверное, я возьму ещё один металлоискатель. Где он? А тут нельзя ещё один. Нет, можно ещё один. А давайте я сразу же всякие штуки... Вот набор отмычек куплю. Лопату для подва... Вот, лопату для кладоискателя сразу же куплю. Лопату для подвала тоже сразу же возьму. Так, изменить цвет телефона. Номер, ремнобор, маска. Маску тоже куплю. Пусть это всё у меня будет на всякий случай. Удочку возьму. Чё мне? Парашют тоже возьму. Хотя тут, мне кажется, особо нет. Букет цветов не особо нужен. 150 рублей. Вот, блин, в жизни вот так было. Шашки ещё есть. Ну, давайте шашку тоже возьму. Не знаю, что это такое и нафиг она нужна, но я вот всякой хрени купил. Шашку для работы в такси на личном транспорте. Нифига. То есть я ещё и таксистом быть на марке смогу. Прикиньте, офигеть. Ну, ладно. Так, открываем дверки. И сейчас едем непосредственно в обратную сторону. Что-то, ну, хотя я сейчас на GPS просто отмечу и всё. Так, GPS. Так, основные работы, вот они. Кладоискатель. И мы сейчас, собственно, поедем непосредственно в ту сторону. Аккуратненько выезжаем отсюда. Я понимаю, что это чуть не по правилу, но, по крайней мере, это по дороге всё происходит, да? Так, вот так вот хлоп. И резко-резко так на вот эту вот дорогу выезжаем. И такая пристроечка. Я так понимаю, что это место для остановки, ну, временной остановочки транспортных средств. Там, я не знаю, чуть-чуть передохнуть. Вот. Ну, ладно. Здесь она по-другому, видимо, реализовывается. Так, нифига себе. Вот если бы я сейчас не сидел в тачке, то она была бы удалена. Да, нормально. Ладно, ладно, ладно. Так. Двадцатая минута у меня уже. Записи идёт вообще-то. Так. Я уже почти что доехал туда, куда мне нужно было доехать. Блин, на самом деле я не особо вижу смысла Марка менять на что-то другое. Пока что это очень классный транспорт. Но рано или поздно это мнение поменяется, как и всегда, собственно говоря. Так, ладно, вот мы подъехали. Глушимся. Выходим из машина. Транспорт у меня закрытый, всё хорошо. Да, блин, ты свои сутробоскопы, блин. Так. Здравствуйте. Я всё-таки решил, что я хочу вас... Ага, смотри, вот он. Воспользуйтесь командой Дик. Так, специальная территория отмечена на карте. Хорошо. Так. Это в доме она типа находится или что? Нет, это люди, по-моему. Так, где эта территория находится? Давай посмотрим. Это территория специальная. Непонятно, как она выглядит. А, вот она как выглядит. Вот, смотри, вот сюда мне сейчас нужно ехать. Через мост получается. Так, Корякино. Потом поворот направо. Потом сразу же поворот налево. Налево самый первый, который будет. И доезжаем. Блин, мне так нравится, что вот в GTA San Andreas персонаж сам дверки там закрывает. Прочее такое. Потому что, допустим, в GTA V такого явления нету. Вообще. Слово, да. И я почитал ваши комментарии касаемо того, что меня не по роли плейу немножечко задерж... А, нифига, тут GPS-то есть. Я сначала не заметил. Прикиньте, офигеть. Нормально, с кайфом. Так, почему надо машину почитать? Так вот, я почитал ваши комментарии, и у меня было нон-РП задержание. Вот. И со что мне розыск накинули, я, если честно, не знаю. Братан, будешь, пожалуйста, не делай так. Ну, зачем? Если будет какой-то повод, то я, конечно, отвечу за базар свой гнилой. Вот. Ну, а так, видите, вроде как, не было никаких поводов. А ты что-то вот так вот сделал. Мы въехали в зону поста. Хорошо. Ну, давай, давай, ехали. Все, поехали. Соточка уже. Вот. Соответственно, да, это было обидненько, но, по крайней мере, я ув... По крайней мере, я увидел, что такое этот самый. Кто он называется? Ну, типа, тюрьма. Блэк Раша. Так, ладно, тут у нас... О, менты, кстати, проехали. Сейчас за мной повяжется, да, наверное? Нет? Вроде нет, не увязались. Нет, не увязались. Все хорошо. Ну, я с кайфом еду. 200. У тебя максимальная скорость где-то 129 километров в час на этом участке. Да, сори, братик. Блин, нифига, он телепортировался. Я ж перепугался немножко. Так, ладно, мы уже почти что доехали. До нужного места. Вот гелик, конечно, с кайфом сейчас ехал жестко. Гелик, кстати, очень прикольно смотрится. Но Марк на все времена. Я бы хотел, чтобы этот Марк у меня был до самого кон... Спасибо. Идиотина. В смысле, что ты сигналишь? Я ехал по моей волосе мудила, блядь, гороховая. Пиздец. Ну, ладно. Смотри, знаматы. Просто на вот такие вот штуки я реагирую именно так. Что в жизни, что не в жизни. Ну, это же ролеплей. Ну, смотри, он поворачивается в второго ряда. И мне что-то сигналит там, что-то говноед. Нормально, блин. Эх, ладно, мы уже почти что доехали. Меня это не может не радовать. В конце концов, все достаточно быстро происходит. Если я реально получу за это сейчас от 35 тысяч, то я буду очень сильно рад этому. То есть это очень хороший фарм. В среднем на поездку я буду тратить около 7 минут, наверное. Но самое главное, я так понимаю, еще и найти этот самый класс. Тут можно же было проехать по этим штукам. Ну, ладно, сейчас решим вопрос. Просто здесь же по полям-то ездить как бы нельзя. Я просто не думаю, что можно мне именно подъезжать сюда по той причине, что я могу получить визуаляторов жестких. Так, ладно. А мне сейчас что нужно сделать? О, тут челикс уже какой-то есть в центре. Точно такой же одежде, как у меня туда-сюда. Машины здесь рядом у него нет. О, езда по полям. Ну-ка, мне может быть погромче сделать? Чтобы я слышал, что как. А, да, 284 метра. Ну, бежим. А, 2 метра. Короче, вот тут. Копать где-то надо. Ну, давай. Так, диг. Так, а как это делается? Нужно кликнуть по верхней... А, понял. Ну, давай верхняя левая линия. Блин, ну, чат постоянно вызывается, потому что я нажимаю на него. Так, здесь, по-моему, бомба будет. Нифига. Я нашел клад. Вы нашли клад для выполнения. Вам осталось еще 4 клада. Найдите новое место, чтобы начать копать. Окей, погнали. Блин, прикольно, прикольно. Мне очень нравится. То есть, вот это вот мини-игра. В последний раз я такую игру видел на каких-то сайтах с кейсами. Что-то, короче, в этом было промежутки. Ну, мне нравится, как это реализовано. Единственное, что чатик, конечно, очень часто вызывается. Ну, это что-то бывает. О, нашел. Прекрасно. Ищем дальше. В эту сторону бежать. Да, в эту сторону бежать. Побежали. 2, 7, 6, 4, 3, 4, 2, 1. Вы заработали 11 тысяч. Офигеть. Ну, хорошо, что меня, наверное, сбили. По крайней мере, мы... Ну, это не очень хорошо. И я бы мог все эти квесты выполнить, и все было бы окей. Но меня кто-то убил. Здравствуйте, Павел. А, привет, Николас. Я передаю тебе привет через ролик. И так уж вышло, что меня зафигачили здесь, к сожалению. Очень-очень плохо. Но, что, как говорится, поделаешь. С вами был Паша Клайнс. Мы сегодня узнали, что такое профессия кладоискатель. А вы в комментариях можете написать, что мне сделать с моим донатом. И, пожалуйста, не забывайте о том, что я играю на сервере Уфа на Блэк Раша. Вот. Используйте мой промокод на втором уровне. Это хэштег Клайнс. И также пишите мой никнейм. Пауль, нижнее подчеркивание Клайнесси. Для того, чтобы, ну, я думаю, вы уже поняли. Да, чтобы я получил моноси и все такое. Собираетесь ли вы создавать себе очень хороший вопрос? Отвечу в следующих сериях. Все, всем спасибо. Как говорится, всем пока. И, конечно же, F9, ребята.